О периоде беременности Юлия Гераськина вспоминает с теплотой. Никаких проблем и видимых причин для беспокойства не было. Но после того, как провели кесарево сечение, в операционной наступила тишина. А дальше суета врачей и фраза. Нужно срочно обратиться к профильным специалистам. Малыш не здоров. Понять на тот момент я ничего не смогла, что значит работать с генетиками. Но потом уже, когда ребёнка перевели сюда, в Филатовскую больницу, нам сообщили, что у ребёнка рождён иктиоз. Первое время, конечно, было очень сложно, особенно первую неделю, так как у нас был колодный плод. То есть это когда кожа слазила. То есть первая кожа, которой рождён был малыш, она просто-напросто слазила. Врачи разводили руками, потому что, возможно, выживет малыш, возможно, нет. Сейчас единственное неудобство маленькому Ярославу доставляет заболевание. Особенности которого он пока что не понимает. Поэтому сухие кожные покровы он часто расчёсывает до ран. Но это полбеды. Генетические дерматозы системны. И за собой тянут другие болезни. Так, например, у мальчика появилась аллергия – бронхиальная астма. Чтобы обучить пензенских коллег бороться с редким недугом, сюда прибыли врачи из других регионов. Сейчас специалисты фонда показывают мастер-класс, осматривая детей. И давая рекомендации родителям, как правильно ухаживать за ребёнком, как правильно его лечить, как правильно его выхаживать и вскармливать. То есть вот эта проблема для семьи достаточно тяжела, потому что уход за этими детьми сложен. Сложен и требует много внимания и много терпения. Ну а кроме того, когда это связано со страданиями ребёнка, то это вдвойне, втройне, наверное, в сто раз тяжелее. Пензенские врачи обсудили с коллегами и возможность открытия на базе областного клинического центра специализированных видов медпомощи отдельного кабинета. Это помогло бы повысить качество лечения таких пациентов.